Начнем с его величества футбола. Игроки клуба Динамо Барнаул продолжают свой путь на вершину таблицы во второй лиге. Белоголубые в гостях играли против торпеда Миас. И болельщики увидели так называемую ничейную гавань на табло 0-0. Динамовцы после этого поединка расположились на четвертой строчке в турнирной таблице. Ровно одно очко до топ-3. И заключительный матч первого круга Динамо проведет дома в субботу 9 сентября. Соперник Оренбург-2. Время начала матча 16-0-0. Был расчет на выход в быструю атаку. Не совсем получалось это. Где-то не доходили. Получается у нас передача в строкную площадь. Мало было обострения. Подготовку к сезону продолжают баскетболисты Барнаула. Накануне они провели товарищеский матч против соседей из Новосибирска. Большую часть времени хозяева ввели с небольшим преимуществом в 1-2 броска. Хоть игра и носила ранг, товарищеское напряжение было до последней секунды. Барнаул оказался результативней и выиграл эту встречу 77-76. Кстати, официальный сезон баскетболинг-клуб Барнаул начнет тоже матчем с Новосибирском, только в гостях. Сибирское дерби состоится 7 октября. Самое главное, что ребята как и в тренировочном процессе выкладываются и дисциплинированно все выполняют. Это им респект за это. А вот по-настоящему легендарное событие. Нас ожидает завтра на Читов-арене. Впервые за 17 лет Барнаул увидит игры чемпионата ВХЛ. Первый поединок уже состоялся. Динамо-Алтай в гостях проиграли 8-5 омским крыльям. Но на родной арене готовы исправиться. Нам преподнесли неплохой урок. Хотелось бы поблагодарить ребят, что не сдались. Играли до конца, забрали третий период в непростой ситуации. Да, не удалось снять напряжение. С парней где-то пропустили легкие голы. Но есть над чем работать. Будем готовиться. Следующим матчем мы должны стать сильнее. Свой первый домашний матч в чемпионате ВХЛ. Динамо-Алтай проведет против новокузнецкого «Металлурга». Игра состоится завтра, 7 сентября. Начало поединка в 19.00 на Читов-арене. Вот теперь алтайские болельщики увидят настоящий хоккей. Дмитрий Дроздов. День с толком.